Какую трассу и почему дорогой в ад Назвал сын мороженщика и выдающийся гитарист Крис Ри Крис Ри родился в графстве Йоркшир потенциальным наследником фабрики мороженого и довольно популярной в 70-е сети кафе, созданной его отцом Югославом по крови и итальянским иммигрантом по документам А потому просто представьте себе, что сказал папа, когда его 19-летний наследник семейного бизнеса наслушавшись Джо Уолша, Чарли Паттона, заявил, что решил научиться играть на гитаре и принялся создавать свой первый бэнд От папиного гнева на фабрике расставила недельная партия мороженого Но парню снесло башню Он понял, что горячий блюз гораздо интереснее сладкого мороженого В 27 лет гитарист-самоучка выпустил в Америке свой первый альбом Его сингл «Фулл» Чуть не стал в Штатах синглом 1978 года, согласитесь, прикольное начало Однако дальше потянулось десятилетие не очень громких успехов, перемежающихся разочарованиями Уверяю вас, многих музыкантов из колеи выбивает открытие внутренней кухни шоу-бизнеса Когда мы видим масштабные концерты, качающие волны зрителей Мы не догадываемся о том, что это лишь вершина вершины айсберга Под которой скрывается беготня по издательствам, переговорная морока с продюсерами, подлые контракты Вот в таком состоянии однажды в 1989 году, выезжая из Лондона домой в Бергшир Крис застрял на М-25, это кольцевая трасса вокруг Лондона Мы с друзьями дразним ее между собой лкадом, потому что там порой случаются ну просто дичайшие пробки Стоя в такой пробке, Крис Ри и написал свой шедевр «Road to Hell» Но песня не сразу попала в эфиры и в релизы То, что у большинства меломанов на слуху, это лишь вторая часть произведения Полная версия «Road to Hell» начинается с распева, стихотворение к которому Крис написал за несколько лет до того, после смерти матери Как раз в этом стихотворении и говорится, как привидевшаяся ему мама предупреждает сына о том, что путь, который он выбрал для себя, это дорога в ад Издатели распилили песню на две части, решив, что такое мрачное вступление плохо отразится на продажах альбома Собственно, это и стало для Криса Ри последней каплей в принятии решения о прекращении сотрудничества с крупными лейблами После альбома «Road to Hell» Крис Ри, как уже независимый музыкант, записал и издал еще 26 альбомов замечательной музыки, о которой мы тоже как-нибудь поговорим здесь, на канале «Откуда ноты растут» Субтитры создавал DimaTorzok